господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 755 опять что-то у меня тут это сегодня же восьмое уже видимо 756 это за седьмое здесь надо будет поставить потом евангелие от иоанна 653 иисус же сказал им истина истины говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь себе жизни это за 7 января было рождество у нас выставил я вчера 7 роликов не очень больших и такие что по 40 минут есть концерт как молились и батюшки то не было здесь ну и что златоуст на новое на рождество говорил ираним средонский это отдельно вот андрей александров мир вам игнатий тихоныч поздравляю вас с великим праздником рождеством господа бога и спасителя нашего иисуса христа вдруг пристал им ангел господине слава господня осияла их и убоялись страхом великим и сказал ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям ибо ныне родился вам в городе давидовом спаситель который есть христос господь и вот вам знак вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях и внезапно явилась ангелом многочисленного воинства небесные славящие бога и взывающие слава вышних богу на земле мир в человеках благоволения евангелие от луки 2 глава 9 14 стихи с глубоким почтением благодарность и уважением отношусь к вам как благовестнику и проповеднику слова божие оба слова с большой буквы от всей души желаю вам новом году помощи божией в делах благовестия крепости душевных и телесных сил слава иисусу христу ну это тоже за заберну я отвечаю того же желаю вам вячеслав марина сергеева пожалуйста вспомните что вам говорил игнатий тихонович его предупреждение как всегда опережают события поэтому будьте бдительны оставайтесь в том в чем вы были наставлены им и не увлекайтесь всяким ветром лжеучений человек находится в глубочайшей прелести судя потому что он стал говорить то есть о романе не хочет называть глубочайшей прелести тут толковать не над этой любой который будет это прелесть просто неукротимой все время выискивает где какая фальш ложь и сразу с ней соединяются разве можно так наталья усатая мир вам отец игнатий с рождеством господа нашего иисуса христа многое лета вам желаю здравия и чтобы господь послал вам жителей деревни истинно верующих с детьми и помощников и благодетелей отец игнатий благодарю за ролики и за занятия по скайпу даже не успеваю все просматривать в каждый день смотрю по три-четыре ролика может и больше пока на кухне что-то делаю слушаю а перед мужем нет так удобно что все на канале ютубе раньше заходила на сайт включала видео и когда нажимала на паузу потом включая опять и ролик пропадал потом опять надо было искать а сейчас так удобно спаси христос тех кто это делает и помогает вам да будет всем во благо к спасению души 3000 почти 500 это исполна тысячи роликов мне с сайта вытащили по одному сделали перевели видео 2 сергея 2 андрея сергей новиков сергей евтушенко андрей крышков андрей недоступ прослушиваю занятия по скайпу и много господь мне открывает и приводит на память мои грехи которые я забыла в детстве ты я их записала потом на исповеди рассказала священнику я что хочу сказать я ведь не считала на вашем сайте а чипах то это же смотрела этот ролик о котором говорил роман сергей пупов и марина и многие другие соблазнилась и поверила но вернее тогда и вошел меня этот дух лжи вот интересно как тогда и вошел меня этот дух лжи вот она это признала бог сразу и освободил не каждый это может делать так вот потому что ну как это признать себе посмотрела и паспорт свои все карты которые здесь выдают да еще раз у дочери операция была и подумала все это конец ей поставят наркоз и засунут под кожу чип то это думаю конец я предала господа моего и к такому бешенству продолжалось две недели и потом как там все прошло я постаралась практически ничего не ела постилась и не пила молилась и слава христу все прошло ужас какой вот он еще этого не знает а роман что ему надо делать а я отец игнатья очень сильно молилась чтобы господь испытал меня верно ли ему или сама собманываясь и после этой молитвы вот такое искушение было я чуть не бросила детей а потом я начала рассуждать так эти ролики о чипах скольких людей с ума свели и многое поняла а главное разумом понимаю делает что-то не так и сердце и руки делают совсем другое не могла сама владеть собою я вспомнила вы мне говорили об искушении исаака печерского как бесы над ним посмеялись я в страшном сне не могла представить какую силу имеет сатана хорошо что есть такой праведник как вы молились за меня и господь услышал вскоре молитву благодарю вас и земной поклон вам марина если будете паниковать досмотреть эти ролики и читать всяких старцев которых называют великими даже и не знает и не понимает в чем их величие то последствия очень плачевны будут не дай господь никому что я пережила за две недели лучше бы посчитала 2 3 4 том из ваших книг очень скучаю о беседе по скайпу муж не ходит на работу опять дома сидит только ходит на языческие языковые курсы и ничего не учит лишь бы время убить поэтому и не могу позвонить так очень хочется созвание с валентиной с артисон она единственный человек с кем можно побеседовать о христе больше никому он не нужен тут спаси христос вас и вашу общину вы и община и ваши благодетели всегда в моих молитвах я отвечаю спаси христос за подробное письмо знаем о чем молиться то все эти великие старцы обманщики о чипах священно начале патриархии уже высказал свое правильное мнение и вон уже принимать исполнять николай соколов вот о нем спрашивал видимо да не знаю даже сергей игнатий тихонович добрый вечер смотрю ваш канал почти три года спаси христос вас и вашу общину сегодня смотрел по поводу школы ролик и хотел бы присоединиться к вашим скорбям так как и у нас сельской местности давят всех учителей сокращают школы а начали с того что лишили льгот на жкх сельских учителей то у них и так зарплаты маленькие сергей игнатов мир вам дорогие мужи братья прошу быть осторожным выборе источника информации на который вы ссылаетесь выше приведена ссылка на сайт аэритиках не пользуйтесь такими сайтами там нет ничего православного татьяна оружейникова только сегодня напала на ваш канал пока в легком шоке вы сломали мне мозг потом буду отписываться о моих впечатлениях то пока правда в шоке одно чувство борется с другим простота в питании широта души и одновременно антисанитария вот антисанитария это они видят мешки лежат тут антисанитария вот это научились санаторийца то ничего нету нет вот на нас напала на лагерь антисанитария а в чем заключается а вот у вас нужно помоя отдельная яма да у нас нет помоев то у нас деревня все забирает а у нас по инструкции есть а у вас воду берут из колодца из колодца нет да где же ее брать то а проточная ну где она проточная то в степи находимся то есть это безумие полное так вы в бачок вот налейте сверху крыши поставьте чтобы она протекала два метра то и мы напишем что у вас нет антисанитарии вот так не будет не будет нарушения норм игнатий тихонов доброго здоровья с рождеством христовым хочу спросить вас вот о чем я человек верующий хотя и не крещен я его как-то фамилия или что-то не знаю стараюсь молиться считать богослужебные книги слушай внимательно какой мужчина стоят дома иконы моя гражданская жена этого не одобряет икона называет картинки при виде старинных богослужебных книг злиться при ней я не молюсь чтобы не раздражать но книги считаю лампады перед иконами зажигать стараюсь когда ее нет дома скажите как мне быть с одной стороны хочется мира в доме но с другой убрать иконы перестать молиться считать книги я не могу верую с детства хотя рос в обычной советской семье видимо поповские корни сильны по линии бабушки мои предки были священниками с уважением к вам иван владимирович иван владимирович вот некоторые надо любовь ничего не говорить такого любовь как только любви заговорят и ко всем я понимаю что за этим кроется или это подкаблучник какой-то или он ничего не понимает но как какие ласковые слова вот он елима волк соблазняет ему правило сразу же ответ враг всякой правды сын дьявола да коли будешь совращать прямых путей господних то вот и все я отвечаю ивану владимировичу в данном конкретном случае если только искренне пишите ничто не поможет для парализованно добровольно легшего в гроб что и кто может помочь и зачем такой подкаблучник то вообще никому на земле не нужен чтобы до такой степени сдаться богомерзкому владычеству над собой еще пытаться дерганием ресничек показать что он жив и лампаду зажигает крадущись как пятилетний несмышленыш да еще при нем гражданская жена ему помощи ниоткуда не может быть он мертвец по всем органам и даже по тому органу ради чего рядом держит эту причину его смерти слово блуд сегодня прикрыли словом гражданская жена или муж гражданский такой же тут просто два блудника сошлись и блудят так и нужно называть эту собачью свадьбу объявите по самолиту и немедленно разорвите эту преступную связь с ластующей над вашей похотью чужой женщины она не ваша и вы ей не принадлежите в этом нераскаянном состоянии после смерти вас ждет только огненный ад и гиена сергей игнатов христос посреди нас есть и будет поздравляю всех братьев во христе с бунадесятым праздником вселенской православной церкви христовым рождеством божественного слова которого оживляет наши души которого святые утверждают что в нашем временном странствовании на земле нужно спасать не свою жизнь но душу для спасения погибших душ своего избранного народа господь посылал пророков и наконец пришел сам на землю приняв облик бога человека иисуса христа как показал сегодняшний разговор после воскресного занятия в узком круге лиц в котором открыто поделился своей тревогой в кавычках роман малыш о штрих кодах о нашем якобы слепом и находящимся в прелести наставники ведущих всех его слушателей в пропасть юридических заблуждений о моей зомбированности и лести к нему побудил меня открыто выступить совещанием к роману малышу воздерживаться от приведенных выше публичных заявлений навеянных ему сатанинским духом лжи до меня это сказали мы в несколько жесткой форме наши братья сергей ильин прикрыть рот ладонями то и руководитель занятий сергей пупков сказавши что он будет заграждать уста еретика на нашего брата романа малыша при всех его достоинствах делах милосердия умение о своем земном бытии спасать свою жизнь не душу от мужей братьев поселка потеряки города барнаула были нарекания по вопросу пропаганды плоской земли слава иисусу христу в духе познания потешного старика хаттабыча не застан ли он казачок чтобы изнутри подрывать православные благочестивые устои быта общины задавались вопросом обеспокоенные мужи братья наш наставник успокоил их да и сам роман сказал сегодня что он избрал православный поселок потеряевка местом спасения своей души а теперь он прозрел в кавычках и увидел в кавычках еретические заблуждения нашего учителя во христе в кавычках слепоту за зомбированные ему общины падающие в лапы антихриста штампующего своих жертв с дочертанием 666 в индивидуальных налоговых номерах и паспортах с биометрическими данными о его владельцах а тут еще поп мол собирается провести какую-то регистрацию свято-анфимовского православного прихода в государственном реестре юридических лиц в котором ему будет присвоен соответствующий номер что делает невозможным спасать в нем свою душу как будто там после этого появится мерзость запустения то есть антихрист а тут еще патриарх рпцмп кирилл стал по мнению романа еретиком после своих отдельных заявлений в духе екуменизма с мусульманами и встречи с единственным непогрешимым в кавычках по должности папой римским если в храме и поселке потеряевка будут служить приглашаемые с рпц мп священнослужители то он не будет молиться с ними в одном храме и так роман безапелляционно заявил что патриарх для него еретик хорошее ли это слово думаю нет это приговор и суть на вечную муку а ведь святых писаниях написанных не злословить начальствующих досталось за еретические по мнению романа высказывай нашему наставнику во христе исповеднику православной веры и миссионеру написавшему 45 книг и защиту догматов и канонов христовой православной церкви в защиту досталось также и мне за то что я люблю своего во христе наставника который словом божьим оживил как написано в салмах давида мою душу это утверждает роман и есть мое подхалимство в кавычках к исповеднику веры православной то есть моя одержимость нечистым духом вот так если рассуждать таком сатанинском духе то все православные христиане чтущие праведником божьей матери самого господа из подхалима или за блюдо из этого видно каким духом лжи одержим кто клевещет таким образом на православных христиан чтущих бога его святых соработников чем же провинился перед романом наш известный наставник учитель закона божия которого не надо никому представлять и который не нуждается моей человеческой защите потому что его хранит как своего помазанника сам господь это подтверждает вся его жизнь и чудеса который не может видеть только слепец одержимый духом лжи и противления отец которого дьявол а виноват наш наставник тем что посмел рассуждать на тему исхождение святого духа не только от бога отца но единосущного ему сына иисуса христа которое принято в отпавшей от соборной каполической православной церкви католической церкви в дополненном им имя никео цареградском символе веры которые отцы вселенских соборов приняли на тот момент времени редакции изменять его может только вселенский собор православной церкви но западная католическая церковь покинула соборную православную церковь и стала самостоятельно решать свои вопросы впадая между прочим и в ересь об этом глубоко и содержательно написано в книге к истинному православию автор который наш наставник на которого по научению нечистого духа лжи нападает наш заблудший но пока еще брат во христе роман ведь он не отлучен еще от церкви так а впавший в ересь знаменитый писатель лев толстоя до него и после десятки и соти если не тысячи водим их нечистым духом несчастных сынов человеческого рода каким он бы ни был полным и правильным наш символ веры но первичным было есть священное писание где написано что не только бог отец посылает святой дух но исчезший от отца иисус христос посылает его от отца бога и он 14 16 15 26 16 7 15 стих и 20 глава 2 стих поэтому надо быть безрассудным и самочинным судьей чтобы обвинять в веретических взглядах тех кто во свете святой библии пишет и заявляет что господь наш иисус христос как единосущный богу отцу исчезший от него посылает утешителя то есть святой дух своим ученикам от отца что еще еретического услышал роман малыш а вот что оказывается слова нашего наставника и святителя игнатия бричанинове что не рожден свыше роман понимает так что таковые попадают в ад я не помню доводы которые приводил наш наставник который действительно так заявил и может быть ошибочно я не знаю а бог знает но то что в книге нашего доставника учителя во христе к истинному православию трудные святого игнатия бричанинова цитируется много раз свидетельствует облугоков знаний сильных и слабых сторон этого угодника божия и уважение к ним автора книги да и как можно приводить для спасения души суждение человека обреченного на прозебание в аду нерожденный свыше человек это не приговор для вечного мучения в преисподней иначе бы все например убиены иродом вифлеемские младенцы не получившие рождения свыше находились бы в аду так что наш брат во христе роман глубоко заблуждается и в этом вопросе и грешит вольно или невольно против истины бог ему судья а меня он наверняка не услышит если под влиянием духа лжи он не может услышать и принять адресованные ему слова нашего наставника как написано в книге притчи соломона который оказался из-за своих многострижных жен их подкаблучником начало мудрости страх господней глупцы только презирают мудрость и наставления притч 1 7 там написано обречи мудрого обретешь друга обречешь глупого обретешь врага православные должны быть твердыми и мужественными и не бояться врага которые действуют через души одержимых бесами людей наша брань не против плоти и против духов злобы поднебесной и оружием этой брони есть молитва и упование на бога в своем обращении после занятий по изучению откровения апостола и евангелиста и анна богослова к оставшимся участникам чата роман малыш заявил что он так ревностно проповедует о смертельной опасности принятия регистрационных номеров плательщиками налогов как со стороны граждан так и юридических лиц в том числе православными приходами как начертания сатаны так как искренне желает чтобы никто из нас из этого не погиб мы принимаем роман твой в доброе намерение хотя и навеянная духом лжи отца сатаны предохранять своих ближних от принятия начертания антихриста но мы уповаем на христа спасителя который обещал быть с верными ему учениками до скончания века и что врата да не одолеют церковь его и еще ты призвал нас усердно молиться о нашем наставнике чтобы господь избавил его от юридических кавычках заблуждений которые ты увидел в нем и прелести кавычках которые не видят но дальше что-то оторвано в на христос посреди нас тогда тихонович я в скайпе написал увещание нашему брату роману малышу но в дальнейшем по таким деликатным вопросам хотелось бы выступать с твоего благословения простите меня ваше духовное щадо игнатов сергей 8 января 2018 года ну что бог благословит мы будем молиться сергей дело-то касается одного романа здесь мне его очень жаль и остановиться он не может это дух лжи я бы сразу сказал с первого дня как он заговорил о этой земле плоской дух лжи разум на разум не действует написано толка толкует что жена это город и уже толковать не надо не отнюю притчу который христос истолковал никто не толкует он даже не слышит его еще говорят он вообще ничего не слышит но написано но объяснить теперь эти слова написано город он никак не объясняет он перепрыгивает дальше я груну на всем земном шаре это перевод неправильный ну еще сказать ты знаешь правильный период напиши как на всем на все земной тарелки или на столешнице угловатой нет этого в ответ дать он ничего не может это прелесть действительно вот я не люблю это слово прелесть но здесь прямо бесовская прелесть обольщение вот мы считали там никона наталья усатая говорит как возненавидела даже детей что им щип поставили по подозрению роман то борется как мюнхаузен дон кихот всем он борется с ветряными мельницами с бумажкой борется то воображает а то воин взял меч свой ну какой меч там тополевую ветку какой-нибудь и он борется со знаками не с антихристом там он арта не раскроет там башку то отрубят сразу а вот теперь теперь он теряет все что у него было все вот конечно жалеет об этом но ничего нельзя сделать и никак нельзя помочь потому что если он на той стороне стоит где допустил дьявола и защищает его как своего хозяина которому он подчиняется в данном случае всякую ложь собирает везде славиков там германов но это ничего нельзя сделать ему это говорили здесь говорили и но оно должно было вылезть я старался никак его тут не задевать не встревать но никак нельзя никак то есть он начинает тут начаток везде пакости делать там нападает уже на батюшку и вот ему зачем тут ему зачем не зачем и быть как батюшка не такой потому что регистрируют общину как регистрируют без этого есть свобода регистрируют и на ныне никто не берет они сами ставят для учета нет это знак антихриста вот тут в семинаре учат я говорил сегодня как они учат что у сектантов нет икон и вот приезжает тут и я в клочках там встречал эти на нас нападают а мы говорят так вы горите у сектантов нет икон да это поэтому можно определить а у них иконы везде это них ради вас повесили ну как ради нас то но у сектантов есть епископ патриарши нету а у них епископ домодедовский и в тихий курочкин о да коней его только так для виду принимает потом палками бьют и гонят его пока с другой стороны леса он не выскочит понимаете то есть безумия нет конца его бьют палками выскочит он какой-то лес тут ничего этого нету тут а колки маленькие совсем и и какие палки то он и так боляще ничего нельзя сделать это валентина стартисон была и начала проверка да я видела и иконы если это ради вас они повесили то есть они в ответ еще не могут сказать еще не отчет от она замазал глаза вот как вот привела город исааки пещерский правильно наши ресурсы посмотреть это вот наша мой мир страничка у меня где я в шапке я вот вижу даже у которых вот рядом тут картинка такая-то наш в лагере эти дорожка протоптана у нас все свое 21000 фотографий наши видео даже на этом ю тубе 8018 тоже наши 9200 видеороликов на нашем видеоканале наши но эти люди то ничего не могут показать нет ничего еще можно сказать а теперь он что ну говорится брызгать что-то они могут образовать да какой с таким характером какой он общину образует то он должен найти таких вот которые ничего не признают и теперь нападает и на менделеева и там не один космонавт не летал нет космонавты были но не летали то есть все обманы но которые запускали они думали да и кто поверит что это найдутся сумасброды и будут защищать умирать за это ну как хозяйка медной горы у павла бажанова написана сказка и образовали секту сейчас отдельно секта на урале кандидат каких-то экономических кажется наук у них руководитель нет того безумия где бы сатана не сколотил какую-то группу как сейчас он возьми она будет на роль президента ну кажется отначале давайте какую-то смешную кандидатуру сделаем которому никто не верит аксению собчак да вы что да ну да и прямо поддерживает уже во все за нее голосует и но явно дело что полпроцента даже нету но обязательно найдутся но однако есть люди которые серьезно верят серьезно и ничего нельзя сделать никак это твой выбор жить во лжи ну вот нас наш православный форум но я думал вчера рождество вряд ли тут кто мало придет и решил утром посмотреть да больше чем обычно 412 у нас 277 это среднее примерно вот на воскресный день и сколько людей пришло ну и вот наш видеоканал непрерывно нападать где мы обедаем лавиной идут прямо лавиной уже под 100 тысяч подходит за столом обедаем как а вы за столом сидите а то жрать нечего в городе ну так и бери землю обрабатывай нас просили показать просили покажите как у вас завтра как мы все осипов вам не покажет счет кто он будет показывать там и все показывают но нападают но матерятся а ничего нету около стола крутится бесенята какие-то мы сели с молитвы это должно быть вот такая одержимость где-то близко близко сатана похоже развязывается и вот вчера я выставил что тут и англотоус слова на рождество святой ираним средонский на рождество дальше рождество богослужения сейчас без священника рождество христово к евангелию в детское заходим после рождественского богослужения праздничный стол шестьсот шестьдесят просмотров хорошо не я раньше от готовы сейчас через минуту шестьсот шестьдесят шесть будет а тут не открыть нельзя а вот после праздничного обеда слова взгляде шестьсот пятнадцать ну через пятьдесят один еще кто-то зайдет просмотров ты сатанинское число шестьсот шестьдесят шесть понимаете мозги ошибся то на и поза тащит волоком людей которая бьется за цифру да там и цифры то никакой не будет а она там вот она есть но еще из этого то мы есть там штрих воде есть шестерка доказали что дальше то дальше то нечего доказательств нет только за штрих ход борется а уберите шестерку мы убрали шестерку другой еще изменилось ничего нет никак имя отняли тебя романом звали и буду звать романом никто того и шестерку не знает зачем шестерить то перед людьми перед сатаной то это шестерки перед сатаной старается ему угодить ну и наш православный библейский сайт вот здесь проповеди и вот здесь у нас написано звук и видео я от нажимаю сейчас аудио библии и и теперь разобрали папе поразбили так по полчаса примерно я сказал сергей архипелагу лак также разбили на отдельные файлы жития святых добротолюбия григория диченко и подряд все все почти сделано на этой стороне трудился сергей александрович новиков а вот златоуста это кричков с америки но три с половиной тысячи роликов у меня новых появилась новых моих не со стороны взяты а эти люди могут что-то показать да нет конечно не считать то не умеют ошибка на ошибке интересно молитву когда считает как будто насмехаются вот я сразу же этим людям говорил разве так считает молитва то у нас был один мы в шалаше двое были осенью и считает вот ягоду считаю господи помилуй господи помилуй господи помилуй я вруте впечатление от создается что будто бы ты бога за грудки берешь и сейчас тебе дам почему это господи помилуй господи помилуй хоть маленько то в голосе ну покажи что сокрушение а что старообрядец ну слава богу как-то отошел оттуда здесь показаны фильмы и все прочее это вот наши ресурсы считаю что на этом все прекрасно провели бы вчера время рождественская хороший концерт я сказал что такое театр ну концерт это театр мое отношение к этому все пока с богом